За последние несколько лет Unity стал невероятно мощной и перспективной платформой для разработки мобильных и десктопных игр. Многие ругают этот движок за его плохую графику в играх, хотя подобная критика может быть совершенно неоправданной. В этом видео я расскажу вам несколько способов, которые позволят вам повысить уровень графики в игре всего за несколько простых шагов. Но изначально я бы хотел порекомендовать замечательный эссет FPS Starter Kit Pro. Этот эссет позволит вам создать 3D-шутер буквально в считанные секунды. Имеет отличную кроссплатформенность, красивую анимацию, умных врагов, а также поддерживает различные геймпады. Ссылка на данный эссет будет в описании к видео. Также в описании к видео будет ссылка на статью на сайте ITProger, где я детальнее рассказываю об этом эссете. Теперь же давайте займемся улучшением графики в нашей игре. Для этого нам потребуется специальный плагин, который мы скачаем из Asset Store. Он абсолютно бесплатный, он предоставляется компанией Unity. Называется он Post Processing и ссылка на него будет также в описании к видео, чтобы вы могли его с легкостью найти. Так вот, здесь мы его просто скачиваем и импортируем в наш проект. После импорта у нас появилась новая папка Post Processing, которая как раз и отвечает за графику в нашей игре, по сути. Так вот, мы должны выбрать Main Camera, при этом если мы хотим добавлять какие-то графические настройки к камере, то в каждой сцене мы должны выбирать основную камеру и применять к ней такой новый компонент, как Post Processing Behavior. Вот, его обязательно применять к каждой камере, к которой мы хотим применить вот эти графические настройки. Здесь, как видите, он требует профайл, некий файлик, который мы как раз с вами сейчас и создаем, поэтому в папочке Assets, ну или в любой другой папке, мы создаем Create Post Processing Profile. Это попросту файл с настройками, с которым мы как раз и будем работать. Давайте я его назову, например, Graphics и его перекину непосредственно на нашу камеру вот сюда в качестве профайла. Все, теперь здесь в Graphics мы можем работать с различными настройками, но к ним мы вернемся буквально через секунду. Для начала мы еще раз вернемся на нашу основную камеру, Main Camera. Здесь Rendering Path мы выберем как Forward, а также HDR, установим галочку как True, да? Это даст нам больше освещения на нашей карте и, соответственно, это очень будет здорово. Но у нас высветилась одна небольшая ошибка, которую мы должны исправить следующим образом. Зайти в Edit, дальше Project Settings, здесь Quality. И в Quality нам необходимо Anti-Aliasing установить как Disabled. Таким образом, у нас не будет очень много света и у нас вообще не будет вот этой ошибки здесь возникать. Теперь, наконец, мы можем поработать над настройками графики. Для этого мы откроем с вами наш новый файл Graphics. И здесь мы можем применить первое свойство, которое называется Anti-Aliasing. Ну или как-то так оно называется. Что оно делает? Оно сглаживает, по сути, объекты. И если мы его применим, то наши объекты тут же молниеносно становятся более красивыми. Они становятся... у них лучше графика становится. И давайте я это еще раз вам покажу. Например, вот так они выглядят все такие... Ну какие-то, я не знаю, такие углы сточенные такие. Ну то есть не совсем то, что бы хотелось видеть. Мы нажимаем на это свойство и все, оно обретает уже совершенно другой бит. Если нажать на само название, то мы получим дополнительные возможности, где мы можем указать, например, метод. Это Fast либо Temporal. Fast это быстрое сглаживание. На его обработку требуется меньше времени, но, конечно же, и качество чуть-чуть хуже. Temporal это все наоборот. Это лучшее сглаживание. На его обработку тратится чуть больше времени. Но, соответственно, здесь мы уже можем устанавливать, какие нам только вздумаются характеристики. Вообще, я вам не рекомендую ставить Temporal, потому что Fast он работает достаточно красиво, как вы это могли заметить. И плюс на него, опять-таки, требуется меньше времени на его обработку. Следующий пункт это Ambition Occlusion. Он, в принципе, работает с тенями. И, соответственно, если мы его применим, то мы заметим, что тени здесь улучшились. И мы можем также дополнительные настройки здесь добавить. Например, интенсивность этих самих теней. Например, сделать их действительно такими мощными. Или же, например, радиус. Ну, то есть, интенсивность мы ставим действительно большой, а радиус их уменьшим. Например, до... Нет, это уж перебор. Например, до просто 001. Вот, к примеру, такие тени. То есть, это этот пункт для работы с тенями на вашей сцене. Следующая настройка, возможно, будет немножко непросто понять, потому что у нас здесь нет такого примера, чтобы мы могли ее протестировать. Но она действует так. Итак, наши объекты будут взаимодействовать с другими объектами. Например, если у нас будет металлический, какой-то металлический пол, то наш светильник, например, будет немного отображаться на этом полу. К примеру, если я ее сейчас применю, то мы ничего, по сути, не заметим. Потому что наши деревья, они от земли, от поверхности, которая ничего не отражает, они не должны отражаться. Поэтому мы не видим здесь какой-то определенной такой тени, например, коричневого цвета. Вот, если бы это был металлический пол, то от этого дерева шел бы небольшой такой коричневый фон, как бы, и, то есть, это было бы как в реальной жизни, да, такое небольшое отражение объектов от других объектов. Вот, по сути, это так можно объяснить, поэтому мы этот пункт с вами не будем устанавливать здесь. Он просто указывает, как объекты взаимодействуют друг с другом, то есть, отражение объектов и тому подобное. Теперь, Depth of Field. Это, пожалуй, мой любимый эффект, и давайте мы его сразу включим, и вообще никаких изменений мы с вами не заметили, потому что нам необходимо проделать кое-какие настройки. Первое, что мы здесь можем найти, это Focus Distance. Focus Distance это то расстояние, на котором мы фокусируемся, в нашем случае это 10 единиц. Дальше мы вот эти пока пропустим, а сразу перейдем к Focal Lens. То есть, это то расстояние, тот задний фон, который будет как раз расплывчатым. К примеру, мы давайте это с вами увеличим. Ну, мы можем его увеличить вообще до каких-то больших масштабов, например, вот до таких масштабов. И, соответственно, мы сразу с вами замечаем такую вещь, что у нас абсолютно вообще все размыто, причем очень сильно размыто, кроме одной определенной какой-то точки. Это как раз вот тот фокус, вот та дистанция, на которую мы с вами ориентировались. Например, если мы ее будем с вами увеличивать, то мы заметим, что мы, например, конкретно сфокусировались на дереве и вообще на том месте, где мы должны были бы сфокусироваться. Если бы здесь перед нами был какой-то определенный объект, например, какой-то кубик, то конкретно он был бы выделен, все остальное было бы размыто. Давайте мы это все с вами уменьшим до 73, к примеру, и установим, через какое расстояние у нас начинается расплывчатость. Поэтому мы этот слайдер чуть-чуть уменьшим. К примеру, мы его установим как, ну, пускай единица будет, или даже вот двойка, например. Таким образом, мы видим, что у нас картинка получилась дико красивой, у нас весь задний фон расплывчатый. При этом, если я, например, хочу сфокусироваться чуть дальше, например, на этом дереве, а все остальное уже пускай будет расплывчатым, то я просто увеличиваю фокус. К примеру, теперь задний фон, он действительно, мы видим, что такой примерно чуть-чуть расплывчатый, но на дереве мы сфокусировались. Если я хочу, чтобы он был еще больше расплывчатым, то я могу просто увеличить непосредственно focal length, ну, и опять-таки подвинуть фокус distance чуть дальше. Таким образом, задний фон наш уже прям полностью расплывчатый, это дерево у нас четко видно, и все выглядит очень-очень классно. Вот это то, что внизу здесь у нас расплывчато, это просто из-за того, что я уж слишком низко камеру мою поставил. Следующее это Motion Blur. Его идеально применять для всех игр, где вы просто передвигаетесь. Что он делает? Когда вы поворачиваетесь, он немного делает картинку расплывчатой. Думаю, вы не раз это видели в различных играх, и давайте мы это с вами проверим. То есть, по умолчанию он ничего как бы не добавил. Если мы сделаем, что вот этот Multiple Frame Blending, как бы такой эффект размазывания, мы сделаем его увеличим на 0.24, ну, или пускай чуть-чуть даже еще больше увеличим, включим нашу игру и поворачиваем камерой, то мы с вами сможем заметить, что у нас все будет, ну, размываться. Например, вот только что вы это и так уже могли заметить. Например, это вы можете заметить в данный момент. Немножко все подтормаживает, просто из-за того, что я дополнительно записываю видео, а, соответственно, вот такой вот эффект происходит. При этом, как видите, наш Blur Effect, вот этот Depth of Field, работает просто идеально, потому что у нас все те задние объекты являются такими вот, ну, размывчатыми, а объекты перед нами являются просто идеально четкими. Eye Adaption – это, в принципе, привыкание глаз. К примеру, вы смотрите куда-то вниз, в пол, потом вы смотрите на солнце, и, соответственно, у вас получается, что вся картинка такая немножко будет полностью белой, и потом глаза как бы привыкают к этому свету, и все становится на свои места. Следующий – это Bloom. Он подсвечивает те объекты, которые, в принципе, и в данный момент вроде бы как светлые, но все же он делает их более светлыми, и давайте мы это сразу с вами протестируем. Нажимаем Bloom, и мы можем заметить, что вот эта тучка, например, стала сразу светлее, да и вообще вся сцена стала немножко светлее. К примеру, из настроек мы можем здесь добавить Intensity, то есть увеличить интенсивность этого света. Получается, те объекты, которые и так он подсветил, мы их можем еще сделать более интенсивными. И также указать, каким именно объектом это все применяется. То есть, например, к самым светлым, это, например, значит, мы увеличиваем это все, то есть теперь только к самым-самым таким ярким объектам будет у нас применяться вот этот эффект дополнительного света красивого. Или же, например, мы можем это все уменьшить, и это все будет прямо, ну, практически для всех объектов применяться, потому что все они теперь будут подходить под этот спектр. Ну, например, мы установим, что 1.2, например, вот так вот установим, и на этом оставим. Color Grading помогает настроить свет на сцене, и это замечательная функция. Давайте мы ее включим, и она, в принципе, сразу же делает некие изменения. К примеру, давайте еще раз. Раз, включая, вы видите изменения. Так вот, что мы здесь можем сделать? В принципе, здесь огромнейшее количество различных настройков, настроек, но мы давайте такие самые интересные вам расскажу. Например, мы можем изменить температуру, то есть Basic. Мы можем изменить температуру. Если мы ее увеличим, к примеру, давайте мы ее вот прям вот так вот возьмем и увеличим, то мы видим, что вся картинка становится более желтоватой, и, соответственно, мы можем сказать, что действительно тепло в этой картинке и так далее. Если мы ее, например, уменьшим, то можно сказать, ну, это я переборщил прям с уменьшением, да, но если мы буквально ее чуть-чуть там будем уменьшать, то мы можем сказать, что это уже такая более-менее прохладная картинка. Это, в принципе, по поводу температуры. Здесь также есть огромное количество других настроек, например, Tint и тому подобное. Если мы вообще будем играть с Hue Shift, то здесь можно настраивать, например, какой-то там ядерный взрыв, и бац, Hue Shift у нас вот таким вот образом становится, и все вот в таких странных тонах у нас появляется, либо в таких тонах, ну или как угодно. В принципе, это мы тут на ноль поставим. Также здесь можно добавить контраст, что мы как раз и сделаем, чтобы наша картинка выглядела еще ярче, еще такая насыщеннее была, и, соответственно, вот таким образом. То есть Color Gradient, давайте вот я, например, опять-таки его отключу, вот, вот наша картинка без него, бац, добавляем, и наша картинка стала уже такая более теплая, более насыщенная, и, соответственно, оно как раз позволяет нам соединить весь этот цвет и сделать его каким-то более правильным. UserLad — это, в принципе, то же самое, что и Color Grading, только он работает с текстурой, то есть вы сюда добавляете 2D текстуру, и, соответственно, он, в принципе, будет выполнять схожую функцию с Color Grading. Но поскольку это, я бы сказал, немного более запутанно, или просто я, возможно, и мне особо никогда не пользовался, то я предпочитаю именно, и вам рекомендую использовать Color Grading. Chromatic Aberration — это интересный эффект линзы, который, вот, например, если мы применим и увеличим его интенсивность, то мы заметим, что наша, как бы, вот камера становится, ну, вы видите, вот как Fish Eye, или я даже не знаю, как это точно назвать, то есть она вот здесь по углам, она такая полностью становится расплывчатой, и, например, если бы мы, если бы наш, например, игрок бежал, то мы бы могли интенсивность как раз здесь увеличить, это было бы идеально, то есть в момент бега все вот так вот бы расплывчато, кроме самой, как бы, цели, вот, но, в принципе, вот такой эффект, да, то есть просто расплывчатость по бокам, расплывчатость в виде вот такой вот линзы. Следующий этак — Grain. В принципе, я никогда в жизни его не использовал, и если мы его включим, то мы заметим, что такая вот появляется, как сеточка, не знаю, такой эффект картинки какой-то, вышитой или нарисованной, и, опять-таки, мы можем исправить его интенсивность, например, что это практически это все незаметно. На самом деле, в какой-то степени это все улучшает вид, то есть вроде бы выглядит неплохо, если мы увеличим интенсивность, то это выглядит все будет следующим образом, ну, давайте, например, я оставлю его на уровне 0.11. Дальше — Vignette. Vignette — это такая штучка, которая позволяет добавить некий цвет, просто определенный какой-то цвет, в нашу камеру, можно так это назвать. Например, сейчас это черный, я могу его добавить как синий, пускай некий такой эффект будет, ну, или пускай черный в данный момент, пускай будет черный эффект, на котором просто будет проще все дальнейшее разбирать. Например, интенсивность, если я ее увеличу, то мы видим, что вот у нас такой эффект прям, ну, очень-очень сильный, если я ее уменьшу, то мы заметим, что она буквально чуточку, вот такой вот есть эффект темноты на нашей сцене, да, то есть когда я включаю, выключаю, это заметно. Ну, понятно, смузность — то, насколько оно получается расплывчатое, да, ну, в принципе, это все уже эффекты, которые для работы с тенями. Ну, то есть здесь, я думаю, все ясно. И вы наверняка спросите по поводу последнего пункта, но, честно говоря, я действительно просто не знаю, за что он отвечает, покопался в различных документациях, тоже особо ничего такого интересного не нашел, поэтому, если вы знаете, что это, буду рад, если вы напишите это в комментариях. В принципе, особо ничего он такого не добавляет и никогда им не пользовался, поэтому, ну, не знаю, что о нем рассказать. На этом все. Вот такое вот у нас видео получилось, в котором я рассказал вам о прекраснейших просто эффектах, которые вы можете добавлять к камере, конкретно камере, и ваша игра станет намного лучше, нежели то, чем она была до этих эффектов. Конечно же, то, что вы сейчас видите, это просто плод того, что мы работали буквально там 5-10 минут, при этом не особо старались, если над этим всем немножечко поработать, постараться, то получится идеальная просто картинка, и ваша игра уже будет на уровне каких-то профессиональных экземпляров. На этом все. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, переходите на сайт itproger.com, все ссылки будут в описании к видео. До скорых встреч, пока! И напоследок, вот как выглядит наша сцена с различными эффектами, а вот так она выглядит без каких-либо эффектов. Разница сразу видна на глаз.